Для приветственного слова на сцену приглашается архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Владыка Тихон. Уважаемый Олег Николаевич, уважаемые высокие гости, дорогие наши кормильцы, свидетель Василий Великий, архиепископ Кисарий Кабдакийский, говорил такие слова, что всякая наша просительная молитва ко Господу должна препровождаться молитвой благодарения. И мы сегодня действительно благодарим вас, дорогие наши кормильцы, за то, что вы делаете. И мне вспоминается одно из чудес, которые были в Ветхом Завете, в Иерусалимском храме. Там было 10 чудес, ну, например, забивали ритуально животных, крови было много, мухи отсутствовали. Дым от крови, принесенных в жертву животных, поднимался строго кверху. Такого у нас в природе быть не может, особенно на Сахалине. Атмосферное давление не позволяет. Это еще одно было чудо, это когда в купель Силуам сходил ангел один раз в год, и кто первый сходил в эту купель, исцелялся от всех болезней. И мне вспоминается наш праотец Авель, вы его помните, он занимался тем, чем занимаетесь вы, сельским хозяйством. И когда он приносил свою жертву, уже не в храме Соломоновом, его жертва, дым от этой жертвы поднимался строго вверх и нигде не растекался. Это говорит о том, что ту жертву, которую он приносил, она приятна Богу. Я свидетельствую те жертвы, которые вы приносите ради нас, они приятны Богу. Мы о вас всегда молимся, я приведу такой пример, когда мы садимся за стол, мы читаем молитву Отче наш. Хлеб наш насущный дашь нам днесть. Есть такие слова в этой молитве. И в этой молитве мы как раз и призываем Божие благословение на ваши труды и благодарим вас. И сегодня, поздравляя вас, отмечая то, что вы делаете, очень важно каждому сахалинцу, мне бы хотелось благословить вас, дорогие наши труженики. Вы не только выращиваете, убираете, сохраняете, перерабатываете и поставляете к нам на стол ту продукцию, которую возрождает нас и телесно, и возрождает нас духовно, поскольку качественно она гораздо полезнее для человека, поскольку сделана и выращена с любовью. И сегодня мне бы хотелось благословить вас иконой Матроны Московской, которой многие-многие сахалинцы обращаются. И она слышит наши просьбы, чтобы вы, дорогие наши кормильцы, обращались в разных случаях к этой святой. И она действительно будет прилагать все свои молитвенные усилия у престола Божьего, чтобы наши труды здесь проходили так же славно на земле по ее молитвам. Храни вас все Господь. Михаил Петрович, примите, пожалуйста, эту икону. С праздником! Благодарим вас, Владыка Титова.